Всем привет! Сегодня мы решили еще один день задержаться в Москве для того, чтобы встретиться с девчонками, которые смотрят мой канал. Первая на встречу сегодня пришла Катя. Сейчас я вас познакомлю с ней. Вчера на Красной площади мы тоже виделись с девочками. Сегодня они также обещали подъехать. В общем, сегодня у меня день встреч. Я сегодня только отдыхаю, лежу, сплю и встречаюсь с девчонками. В общем, готовлюсь морально к завтрашней поездке. Назад домой – это 1700 километров. Всем привет! Я наконец-то встретилась с Инессой. Моя мечта сбылась на 100%. Я не верила, что это когда-нибудь случится. У меня даже были мысли поехать в Оренбург. Инесса сама сюда приехала, сделала очень чумовой подарок всем девочкам. Обязательно всем нужно прийти. Спасибо тебе большое! Я не против, если ты в Оренбург приедешь. Ну, были такие мысли, потому что очень хотелось встретиться. Просто я когда узнала о твоем канале, я просто безумно его смотрела. У меня только постоянно работал Ютуб. Уже даже муж начал по голосу узнавать. Ты опять с Инессой? Да! Естественно, безумно хотелось встретиться. Что-то из ряда фантастики. Столько километров между нами. Спасибо, что пришла. Мне очень приятно. Мне тоже. Привет! Привет! Представься. Меня зовут Марина. Я не веду канал, просто зритель. Смотрю Инессу. Случайно попала. Забила на Ютубе вышивка. Вышел прямой эфир. Как раз был по воскресеньям еще. Ну и как-то так и отстала смотреть. И потихонечку похвасталась. Вышивальщица. Спасибо, что пришла. Мне очень приятно. Нам приятно, что вы в Москву приехали. Здорово. Сейчас пообщаемся. Сейчас в 6 часов еще девчонки приедут. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя зрительница. Познакомимся. Меня зовут Оля. Где-то я в ОЛГ 31-15. Ну и вообще Ольга Михайловна. Где-то. По-разному. Вы рукодельница? Я рукодельница, но у меня стаж. Два разных стажа. То есть в девичестве. Это лет 45 тому назад. Ниточки сохранились. Сохранила, сохранила. Еще в гуме куплены за 20 копеек. И последние 5 лет. Здорово. Мы рады, что вы к нам пришли. Это так. Это сначала скромненько на китайских этих самых дешевых наборах. Потом осмелела. Года через три. Так. Это к дню рождения. Дименшинс. Так. Это в качестве подарка на 8 марта. На день рождения собственного сына. Это тоже себе подарок из Дименшинс. Вот так мы и набирали. А сейчас как-то так это. Интернет-магазин восстанавливалась. То есть приспособилась за дешево, со скидками. И удачно. Здорово. Молодец. Приятно с чем познакомиться. Мне тоже приятно. Ну, я не снимаю, я... Да, причина взаима. Ну, нам не важно, да. Блогеры, не блогеры. Нам главное общение. Мне просто очень много лет. Я когда-то все снимала лет 10 назад. Все это было у меня. Сейчас просто было опять виниваться. Я не хочу тратить время. У меня 180 наборов. Мне надо успеть пишеть. А лет мне много. Ясно. Моя коллега-хомячка, да? Как и я тоже люблю. Сначала скромненько. Люблю за посадку. Скромненько, Китай, там вот потом вот-вот-вот, вот Риолис, там задешево-задешево. Но ведь Риолис, между прочим, всегда был дороже в то время, был дороже китайский. Поэтому там послез на Алиэкспрессе. Так это... Ну и вот. Не важно, что там это. Реплики, неудачные реплики. Повышевали мы неудачные реплики. Ничего, висит на даче. Ничего, нормально. Потом разбираться стали все уже. Ну, потом, потом. Хорошо, очень счастливое, прекрасно чувствую в этом качестве. Довольно. Очень довольна. Довольно сообществом нашивающимся. Очень благодарна блогерам, которые снимают и выкладывают. Это помогает учиться. Даже мне. Да, даже мне. И просто новые люди, новые интересы. Новые покупки удачные, даже созвучные. И вам тоже спасибо, что пришли. Здравствуйте. 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 Вы уже знакомы. Да, Наталья. С Натальей знакомы. Очень мне понравилось это общение. С московскими вышивальщицами общаться. Катя тоже должна приехать еще. Вам? Да, вчера, которая была с нами. Гуляла. А, Катя. Катя должна приехать, да. Да, лучше помещала. Подождем. Почему я вчера не поехала? Я сегодня дошивала дубовую рощу. Сегодня. Взяли, давай. Все. Привезли? Привезла. Показывайте. Но она есть именно только со станка, со всеми датами. Ничего страшного. Только пыль штрихнула. Здрасте. Давайте знакомиться. Сейчас достану. Сейчас. Алена. Из Москвы. Теперь уже до этого были из Волгограда, теперь из Москвы. Очень приятно познакомиться. Я мама. Алёна. 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 Светлана Николаевна. Очень приятно. Девчонки, давайте работы посмотрим, да. А то сейчас еще придут девочки. Мы потом их работы будем снимать, да, пока мы ждем. Да. Да, естественно, не стерва. Ну, ладно. Ну, без работы. Я тоже. Мы неожиданно решились. Ну, мои вы видели. Я ничего показывать не буду. Я приехала ваши посмотреть. Вы мои видели? Это я на даче. Это я на даче. Ого, вот это размер. Вот себе размерчик. Давайте мы... Вот это ковер. Это Лукаэс, которая вот эта вот разработка Лукаэс, которая идет на 18-ю. Но я перешла на 16-ю. Мне ниток хватило, но показывать не буду, чтобы производители не знали. То есть, очень... Ну, как, конечно, это по цветам экономно. Хвостики. Вот там, вот там. Я закрепки, видите, у меня хвосты. Я так закрепляю. То есть, вот эти закрепки, это часть... Ну, хвостики, это часть закрепки. Я ее протаскиваю, и сантимет оставляю. Я тоже так оставляю, что я... Не убиваюсь, а потом 16-я конвай этим бревнышком, этим, да, это... Ну, и я думаю, что... И какой же размер? Это 80 на 50, Валя на 53. А сколько вы размер нашел? А стандарт 13 месяцев. Вот сегодня 13 месяцев. Вот начала где-то, где-то, где-то у меня. Вот прошлое. 08-е, 17-е. Да, и вот закончен не поставила, да? Ну, некогда было. Ну, супер. Вот, супер. Вышивала вот так по полосками, значит. Первая у меня шла чуть ли не 50 дней, там, пока приспосабливалась, ошиблась в разметке там и все. Ну, вышивала вот эту полосу, ну, 40 дней, 41. Отдыхала на месяц, пока вот-вот не соскочить. Прям вот. И это же вот три листа, да, идет, да? И это, вот прям на волне, вот, и дыхание полтора листа вот отшиваешь. Но потом уже вот, ну, правда, и тут месиво, и тут месиво, но уже, знаешь, вот-вот-вот-вот-вот смотришь, где конец, где конец. Вот, ну, а потом вот-вот так вот сшивала. Вот думала... Ах, чё, коричневый, это я, наверное... Да, у меня тоже. Дело в том, что я вот мечтала, знаете, вот, вот я вот даже не буду отдыхать. Здесь большая личность, чтобы было добраться. Вот здесь вышивала, тошнит, вот, тошнит. Надо, вот, думай, надо же, ну, заканчивать, да, вот, лист заканчивать и уходить. Потому что она у меня поперек шла вот так. Я ее, наверное, на станке накручивала, да, и вот такое расстояние от нижней, да, планки, чтобы вот удобно было вышивать. Потому что выше уже, как бы, это, вот, вот здесь сегодня вот дошивала. Ну, вот я видела, ну, надо я спарю, переделать. Я смотрю, у меня даже в глазах рябит. Как можно столько листовый вышить? Да, 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 да. Герой. Потом, значит, началось там что-то другие, другие, другие. Но там, это я про острый медведя рассказываю. Это то, что я с чего начинала вообще вышивать. Вот мне вот-вот и больше ничего не надо было. Вот это и все. А дальше что будет? Ну, начну я с этого. Я очень долго, ну, как долго, изыскала там. Там у всех проблемы с пнем, как там с левой стороны, вот этот выкорчеванный пень. У всех проработка плохая. И вот я натолкнулась, думаю, ну, ладно, я это вышью, вот это вот. Ну, 18-й конвая-то нет. Значит, это все-таки возраст-то, ну, как бы, да. И это, ну, я перешла на 6-й. И очень экономно, боялась не хватит. И вот недавно переехала Таша Каргальцева в Королев. Она же вышивала. Ну, она сначала три медведя вышивала. Ну, она сейчас лайф, курс-тич лайф Дарья, да, вот это вот. Ну, она начала, значит, дубовую. Я сначала ее, потом увидел три медведя, она там, да. И она вот эту дубовую рощу. Две полоса она вышила. Я думаю, ну, ничего, дубовую рощу, мне тоже она нравится. Значит, и я начала. И догоняла, догоняла. И в апреле она вот переехала в Королев и отставала на 3 листа. То есть, если начали на 6 листов, да, вот на 3. И вот она, значит, выкладывает, я вот лист вышила. Вот, 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 хочу вот, вот, закончить. Вот, а, 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 а я тоже хочу закончить. И вот, вот, я ее догоняла, догоняла. Ну, по-видимому, она тоже заканчивает. Ну, она одна картина, я ее как-то это, я сначала ее хотела подарить новоселье сыну, потом думаю, вот над диваном, вот я одну единственную. Вот, вот и все. Потому что мне на торсовости мне вот это всякие купила, но буду вышивать. Ну, видите, девчонки с подарками, спасибо вам большое. Женщинам дарят цветы, а вышивающицы дарят цветы в наборах. Вышивали. Спасибо большое. Это Ричард. Мы любили вашего Ричарда. Это в очках. Да, только в очках. Сейчас я его в кошелек положу, ой, чтобы не потерять. Да, там много всяких мелочей, но это Ричард. Спасибо. Да. Сосновый бор. И цветочки. Ой, обалдеть. Москва покорена, теперь Питер следующий будет. Ой, я до Питера не доеду. Конечно, очень хочу сюда. Спасибо большое. Ой, сколько там еще. Ну, я потом покажу подарки сегодня девчонок, пусть снимай. Я заказала сначала, вот эту попробовала, она легко вышивала, потом это, вот это по круговой. Девчонки, а это чья картина? Это тоже Ольга Михайловна. Тоже Ольга Михайловна? Да, ну он тоже такой же, на Рустикс. Ну да, да. Мне уже давно, я бедный, вот сейчас у тебя красный. Ольга Михайловна. Очень хорошо отдыхать. Я, честно говоря, просто взяла. Ой, о себе, сколько навышивала. Это сколько лет стаживаете? Стажа 16. Ой-ой-ой. У нас, да, тут не все стирно, поскольку живем на съеме, почти ничего не оформляем. Вот, поэтому все шьется в рулон, все в рулон шьется. Зато удобно приносить, показывать. Да. Я тоже поняла, что вот надо некоторые работы держать в рулонах, потому что на встречу нечего принести. Да, ну часть есть, конечно, оформленных картинах, но они огромные, их не потащишь никак. А я делаю здесь еще один. Вот тут феечки наши. Я делаю здесь такие симпатичные дети. Это мама. Здравствуйте. Это как раз мама. Здравствуйте, я висхематка. Встреча вышивальщика. Идемте к нам, присоединяйтесь. Я просто тоже люблю такие вещи. Вы рукодельница? Идемте, у нас встреча рукодельниц. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Вот видите, Елена не знала, что у нас встреча просто мимо проходила. Знакомьтесь с рукодельницами Москвы. Дизайн-воркс? Нет. Они были в журналах. Похоже на Дизайн-воркс. У них такое что-то наподобие Ангелы. Они были в журналах, вот в этих американских, которые у нас публиковались. Приветик. У тебя сегодня прическа новая, тебя не узнать. С Катюшей знаком. Мы уже вчера гуляли по Красной площади. Да. Просто, знаете, она вот первая буквально выходит. Остатки шерсти Риолисовской от какого-то набора были. Вот просто сама на глаз подобрала. Они как-то вот это вот рисунок, они же как-то еще подразделены. Ну, их там много очень, конечно. Но вот этот самый такой обычный рисунок Барджелло. Шьется он очень легко. Ну, это вот красота диток. Вот это вот она на лице. Вот почему гобелян не люблю. Там ковер наизнанке, вся красота не на коверной изнанке. А здесь какой-то точечный вот это вот. Ну, это может быть тоже бутылки, это шовчики, да? Это шовчики, да. Это все. Уже, конечно, не помню сейчас имена девочек, чьи схемы. Потому что в свое время было много, я ими увлекалась. Где-то полгода шила только их. Но, правда, с тех пор никак не могу больше к ним вернуться. Потому что тогда так нашилось выше крыши этих шовчиков. А я из таких маленьких подушечки делала. Ну, я, правда, ее не принесла, я забыла. Ну, да. У меня тоже, ну, у меня часть оформлена во всякие тоже эти игольницы. Вот никак не соберусь эти все дооформить. На темном еще, может быть, где-нибудь, да? Да, вот на черном шовчики смотрятся лучше всего. Вот сейчас тоже там в БК несколько совместников стартует по новогодним шарам. Смотрю, все на черный, ко мне. Отдельный. А я же увидела, я думала, что он меньше. Да, вот такую схему. Нет, может быть, если он меньше, как он. Ну, это 14-я, да, если, конечно, развеется, семена. На 3 сантиметра, да? Это РТО, да. Это у них, по-моему, прошлогодняя новинка, что ли. Нет, какой-то, типа, солнечный город он называется. Я его не люблю. Это разные, по-сантиметру. Да, это лихая ее надо смотреть. А это чей дизайн? Это золотой уртон. Это их зеленая серия. Вот сосны, которые они вот из этой же серии, которые батарею, они тоже из этой серии. Ну, тут у меня медведи зацепили. Вроде те же самые 3 медведя, но иначе. Это демейнс, да, я хотела там... Чем-то себе купить. Он как будто подсвечивает. Да, да, вот каватрия. То есть кота я вышила где-то дня за 3, а потом я полгода шила этот ковер вокруг. Вот это все полукрест, в разные сложения детей. Кота вышла, и все. А я как начинаю? Я же снизу начинаю, да? Ну, да. Вот половина вышла, уже представляешь, что у тебя ждет. Ну, да. Что это за? Это пара. А еще там третья есть, да? Третья есть, да. Третья я еще не вышла в большую, которую я маленькая и подшила. Это РТО. Это арбатский поселок. А то у девчонок кто-то выкладывал, там их 3 штуки. Да, 3, еще большая есть. Да, выкладывала. Вот третью еще не отшила, пока лежит, ждет меня. Я с таком не виду. Я как же вот их проникнусь. Вот так, старые, маленькие, старые, даже жены. Они такие, это из вышитых картин, вышитые картины, старый-старый номер журнала, вот там у них был Тауэр. Это мамин подвиг, потому что как она вот это все по журналу вышивала. Ой, это смесь, я не знаю. Я могу такое только посадить. И мама вышивает? Да, да, посадила я ее в конце концов. А, это типа не мама подсадила? Нет, это было здорово. Много лет сопротивлялась, но потом не сдалась. А потому что, когда ушла на пенсию, ну все, и вышивание спасло, конечно, спасло, потому что это красота. Вот это вот Риволис купила, да, цветочный улица. Да, улица, цветочный рынок, цветочный рынок, по-моему, она называется. Но она тоже с Дариволис. Да, ее тоже, да, с Дариволис. Да, это шерсть. Нет, полукрест. А, полукрест, да, здесь полукрест идет. И вот, любимая, она темнее, чем на этой. Она темнее, мне тоже, она темнее, чем на картинке. Да, темнее, да, чем на картинке. Я тоже, когда я стала отшивать, я поняла, что она и так выглядит, как на картинке. Единственное, что может быть, уменьшить нитку, она будет светлее, но, наверное, вот отчетка снил. Ну, она тогда вообще будет совсем акварел OK. Ничего видно не будет. Тут так ты эти фигуры еле угадаешь. Что там какие-то люди ходят? Я так позарилась. А в разных странах. Посмотрите. Мне даже, слушай, хвостик. Мне даже, слушай, хвостик. А я, это Риолис. Да, это Риолис тоже. Это Риолис, Риолис. После этих астров я сказала, я больше не хочу цветочки вышивать. Это тоже мама пищевала. РТО, да? Риолис, сирень. А это РТО, по-моему, тоже. Да, это РТО, по-моему. Сирень. Какая-то усадьба какая-то. Усадьба, английская усадьба. Какая-то английская. Подмосковная какая-то. А вот английская усадьба. Это тоже есть. Какая-то птичка. Да, птичка одна у меня уехала в Англию. У меня сестра я ездила в гости туда, отвезла английскую птичку туда. Шилась подбором. На глазок, честно говоря. И результат не очень меня впечатлил. Это Риолис, да? Да, Риолис. Эти флоксы. Я акварельный гербер из этой серии шиваю. У меня тюльпаны. Это любимые герберочки. Это Анкор, по-моему. Анкор, да. А это декоративная капуста. У меня растет на огороде. Правда? Ой, они такие красивые. Мы в этом году тоже посадили. Вырос базилик вместо капуста. Да, бывает. Бывает такое. У меня второй год петрушки нет. Вот не вырастает и нет. Сею, покупаю семена. Вырос такой сиреневенький. Мы поверили, что это капуста, а он вырос в базилик. На формуле рукоделия. Да, это вот эти. Сербские. Если по-сербски. Да. Это подушки. Да, но это летние. Такие огромные, как-то в картины. А подушки, пока что самая интересная. А чё, они 35, по-моему. На 35. Нет, они больше. 42. Не-не-не, 40. Свежезаконченная. Паста работы. А, ну мы вам видели, да? 35,5 видео. Китай. Надо мне Китай купить. Все покупатели. Я поняла, что я не буду столько платить. Нет, к сожалению. К сожалению, нет. А загадывали желания? Посылали в космос посылы? Да мы всё время посылаем. Пока что-то не доходит. Посылы в Китае очень даже нравятся. Посылы в Китае очень даже нравятся. Следующие, следующие. Нет, нет, нет. Я что-то сшила маленькое всё-таки. У меня побольше на месте. Да, да, да. Надо попросить. Да. Вот это да. Вот я и говорю, села. А тут без усов. Я же не люблю выкушать. Вот так я села. Ну все надо. Выше тело. Спасибо, мадам. Как хороша. На что ты охватила села? Трелесть. Я опять посмотрела и опять села. Нет, золотое руно. А, так с четвертого не понял. Да, да, да. А вы же знаете? У меня нет, был бы. А это им по студии, наверное. Из бисер. Да, красота. Они сейчас что-то инвенсировали в золотое руно. Какая-то у них там серия будет, типа, люксовая. А это по какому полу? Волшебные пусы, кажется. Там прям ограниченное количество будет. Это моя головная боль. Потому что для меня бисер — это головная боль. Давление и всё на свете. Да, я тоже в последнее время не могу. Но невзирая ни на что. А так? Ну, бисер. Ну, здесь всё написано. А вообще, в целом, вот, сама работа «Матрёнин Посад» ну, как ровно нанесено было. Не-не-не-не-не. Потому что вот у меня было два опыта и бисер, и крестики. Не знаю, я крестики дам. Это ужасно. Я здесь не вышила эти. Кто производитель? Кто-то иероглифы. Кто-то иероглифы. Ну, отдала остатки девочке. Ну, вообще, конечно, могу попросить у неё, чтобы там вышить. Ну, да, там немножко. Не знаю. Может, надо было просто воды и воду там дошить. Да, воду добавить. Да, воду добавить. Может, надо воду я тут подушить. Да-да-да. Какая прелесть. Три крестика. Три крестика. И грамме. Ух, какая грамма. Яр. Надо тоже куда-то её пристроить. Лежит у меня подушку. Подушку. Что-то там и висит в доме. Уже вешать нефть. Светланка, часы. Светланка, часы. Знаете чего, девчонки? Я часы сделала. Стрелок не видно. Надо подойти вот так. Да-да-да. Я тоже ничего не увижу. Да-да. У меня были анючины глазки вот здесь. Это вот-вот подходишь. Пришлось чашку кофе вышить с ножкой вот розовенькой. Так вот. А иначе прям вот до раздражения. Господи, думаешь. Ну да. Как-то хочется прийти. Ой, какая прелесть. Ой, господи. Какая прелесть. Какая прелесть. Да, вот собаки. Ой, девчонки ролл шили. А мне Леня это сам. Я машина не взяла. Взяла в этот сад на дачу. Смотрите, лежит и что-то пожелтела. А это желтее. Я не знаю, что это такое. У меня лежат желтее. Это хлопок. Он имеет такое свойство от лежания желтее. Я их одинаково вышивала. Одну за одну. Быстро. Это вода попала. Это вода. Нет, они в воде лежат. Нет, они просто желтые. Нет, это хвост. Неа. Вот эти нет. А ну вот собаки. Да. Это наша мотя. Да. Да. У меня еще одна там. Это РТО, да. У нас мотят. Ну и с этой я точно подушку хочу. Ну конечно, да. Ну все не дойдут руки. Вот надо было чароё шить. А я вон ролл шила. Да риоль всегда. Да. А Алина рассказывала ей вот эти цветочки. Говорит уже было трудновато шить, надоело. А у меня есть такой тоже. Да, в затылок дышит основной проект. Да. У меня еще. Да, да. Вот у меня пара шаров креста вышила. Да. Осталось небо. Пол креста. Полтора месяца ждет. О, да. Вот каждый день на столе лежит. Вот думаю вот это я сначала. Да. Шаровешила. Думаю крестик красивый. Ну небо-то. Неделю. Да. Что там? Да. Всего-навсего. Ну и все. Нет. Думаю вот надо рощу добивать, добивать, добивать. Молодцы. Живой. Ну это не все. Я просто все не понесла. Понятно. Вот грамотно здесь. А что сюда? Мне не нравится, что ну как я сделала. Сюда я положила трубку. Такая изоляционная серая трубка. Короче я пока вот сегодня. Я вчера это сшила все. Когда Инесса там вещала. А, вчера. Вчера, да. Я это сшила. Сегодня когда начала это все заматывать, поняла, что неправильно сшила. Я даже подумала как надо перешить. Нет. Я тоже снимаю. Учусь. Давай-давай. 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 Я просто не стала вытаскивать, засунула. Все. Запоминай. Мы тоже так делаем. Это то, что ты повесил, да? Убрал все. Это для тех, кто умеет шить. А что тут шить? Ну я не умею. Ты руками сошьешь. Попробуй. Да. Делать нечего. Купи машины. Ну все знаю. Ну все знаю. У меня журочка зигзат. Ну не надо тебе. У меня же котиков много, Марин, да? Ух. Марина мои видео смотрела. Я видела, да? Котиков. Я еще говорю. А где можно посмотреть видео? У Анжелики Крустич. Да. А здесь у меня гуси. Классно. Ой. Ааа. Гуси. Да. Даже на них глаз не положились. Я поменяла канву. А темпа студии, да? Ну да. Ну я поменьше. Ну то есть там нет ничего. Там только начало. У них какая? Восемнадцатая. Восемнадцатая. А там четырнадцатая, наверное, да? И такая. Да. Они вон четырнадцатая идут, да. Классная. А там надо стирать. Да. Вот же она лежит. Она вон какая уже. Ну паровозик какой-то. Это Дименш. Да. А это прям, смотрите, здесь солнечная какая-то. Красная. Красивая. Красивая. Вот я просто не доделываю эти французики. Ага. Потому что я хотела... Золотая канва, да? Да. Это Дименш. Да. Но мне вот у МП студии не очень нравится канва. Вот эта пластиковая. А я вышивала... Вот у Дима лучше. Полустежок. Вот на такой канве. Потому что вот это протаскивать, драть нитки. Думать, да мне на ёлки. У них вот эта вот короткая нарезка. У них вот эта вот короткая нарезка. Убешивает, да? Услышьте нас! Услышит. Потому что в золотом руне они как объяснили, да? По каким-то там гостам и чего-то. Но я не понимаю этого. Это Катина работа. Они недоделаны чуть-чуть, а? Они чуть-чуть недоделаны. Тут ещё рисунок должен быть. Просто я хочу заменить на металлик. В бисер добавить, чтобы там блестело. Классно. Я вчера пришла, у меня бушек свинит всё. От меня? От ветра. А я думала, как я Калинку-Маринку пела. От ветра. От ветра я устала. Голова Зани. Калинка-Маринка, это вообще я всем показала. И ребёнку, и мужу. Уж там вообще, говорит, ну, это тебя теперь знакомые заводные. А мне аж стыдно потом было. Я пересматривала. Вот это я отожгла. Ну ладно. Он веселился так, говорит, ну вообще. А дочка сказала, говорит, как дядечка виртуозно на балалайке играл. Ну грех было ему не помочь деньги заработать, да? Мама. Успела, станцевала. А народ стал останавливаться так вокруг. То все проходили, на дядечку внимания не обращали. А это так и стали останавливаться. У меня аж стыдно стало. Девчонки, спасибо, что пришли. Большое спасибо. Я очень рада, что там доехали. Да, назад надо доехать. Девчонки. Спасибо. Спасибо большое. Болезнь должна уйти. Красная площадь, галочка поставлена. Все, теперь будет хорошо. Девчонки, как тебе Москва? Москва? Ну что говорить, Москва и есть Москва. Но я так скажу, приезжать сюда хорошо, погулять хорошо, но жить спокойнее у нас. Там мы отдыхаем, а здесь мы очень встали. Тяжело здесь жить. Суета. Ну ладно, пока-пока, девчонки. Все, пока. До свидания. Пока-пока. С зрителями попрощаемся, девчонки. Всем пока. Спасибо за просмотр. ПОДПИСЫЙ 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 ПОДПИ